Слава Господу! Пока мы собираем, я сделаю такую, наверное, немножко вступление. Я сказал, что у нас будет сегодня необычная проповедь. Сегодня будет театральная проповедь. У нас были театральные постановки, очень хорошие театральные постановки. И я верю, что время придет, когда, может, какие-то постановки, кроме трех поросят, мы реанимируем. Потому что трех поросят пусть реанимируют на детском служении. Как раз, я думаю, там поросята подрастут. А были другие, то есть, ну, постановки, я думаю, что очень хорошие и остались на видео. Можно взять это тоже посмотреть, потому что я временами, бывает, не каждый, а временами просто возвращаюсь для того, чтобы посмотреть, вспомнить, кого уже нету. Потому что была такая большая творческая группа, коллектив такой, но как в определенный момент, знаете как, есть актер одной роли. Одну роль сыграл и пропал. Ну, я верю, что у Бога для каждого актера есть свой план. И все-таки Бог восстановит и соберет творческий коллектив в нашей церкви. Что на протяжении этого всего времени мы молились по средам за творческую благодать. И где Дарина да скажет аминь. Я не вижу. Где ты? А, а что? За сценой? Ты наверху? Да. Мы молились. Я верю, что то, что Бог отвечает на наши молитвы. И я верю, что это начало. Это начало. Почему? Потому что есть в планах дальше продолжать. И я верю, что по мере того, насколько мы будем готовы, мы будем дальше делать такие театральные проповеди. Будем делать такие театральные проповеди. Почему я об этом говорю? Если вам будет слишком смешно с нашего творчества, не смейтесь. Потому что придет момент, когда вы будете плакать. Потому что нас Бог особым образом благословит. Поэтому то, что необходимо, сожжать кулачки, поддерживать нас, радоваться вместе с нами и благословлять нас. Потому что Бог нас благословит. Я в это верю. Я помню, в какой-то момент, я сделаю такую предысторию, меня ребята пригласили в кино. На библейскую тему по книге «Исход» был фильм. Я помню, мы пошли, и я весь фильм просидел, провозмущался. Я провозмущался тем, я думаю, какие колоссальные деньги, средства, человека-часы были потрачены для того, чтобы так исказить и извратить историю. Потому что я когда этим делился, мне сказали, «Пастор, не смотрите фильмной». Я говорю, я не смотрел фильмной. Долгое время я возмущался. Почему? Потому что был утерян сам смысл. Это то, что я верю, должно всегда прославить Иисуса. Прославить Бога, должно прославить. Творчество. Вот я склонен к тому, что творчество, оно должно прославить Бога. И вот в один из дней, будучи на Репцентре, это бы летом было, я как всегда молился, размышлял, читал, я всегда для этого выделяю время, потому что это мое призвание. И мое сердце наполнило видение. Я увидел сцену, я увидел театр, и я в нем задействован, я в нем участвую. Я это написал, положил, я понимаю, ну, наверное, до какого-то определенного времени. И потом я почувствовал в своем сердце, что мне надо подойти к одному человеку и поделиться, предложить. Почему? Потому что я могу видеть, но есть вещи, которые я не могу сделать. И вот то, что произошло в этот момент, собрался такой творческий коллектив с одним желанием, и очень мне нравится с тем, что они способны видеть. Потому что немного людей, которые меня окружают, они способны видеть. Мне кажется, что люди видят, но они не всегда способны видеть. А вот здесь вот как-то так получилось, что Бог соединил, и что-то получилось. Вот что-то получилось. Для меня это ново. Почему? Потому что я вам честно хочу сказать, я театр видел, но театрализованную проповедь я не видел. Я не видел. И для меня это такой первый шаг. Я сегодня иду тоже по воде. Есть то, в чем я буду участвовать. Потому что мое большое такое желание, как служителя, как пастыря, это донести истину и животворить истину в сердце каждого. Почему каждого? Потому что я верю, от этого зависит наш духовный рост. Мы начинаем от этого расти. Много сегодня людей, которые знают, но не понимают. У них отсутствует познание. А я верю, что должно приходить познание. Есть некоторые места, которые, может, вас смутят. В каком плане? Потому что мы взяли некоторые вырезки со светских фильмов. Но я увидел, что я потом дам вам объяснение, чтобы вы не мучились, вы не чувствовали, что это тут происходит. Я почувствовал, что как раз эти моменты, они кое-что очень сильно отображают. Поэтому я пошел на свой страх и риск и сделал такой трехминутный ролик. Он для всех известный. Потому что я верю, что если у меня это зажглось, значит, для многих этих эта картина будет вам известна. Потому что мы сегодня будем животворить. Мы вот сегодня будем животворить. Я знаю, что для театральной группы некоторые вещи будут тоже сюрпризом. Они не знают, они будут просто играть. А то, что мне необходимо будет эту игру объяснить, то, что произошло. Мы взяли первую проповедь. Это по книге Ионы. Мы взяли только первых две главы. Верю, что, может, Бог когда-то нас приведет и в третью главу, и у нас получится еще кое-что. Ну, какие-то вещи я тоже буду брать с третьей главы. Почему? Потому что сегодня это будет такая проповедь учения. Она будет аналитическая. То есть моя цель, чтобы вас побудить к тому, чтобы думать, размышлять над Словом Божьим. Почему? Потому что Слово Божье, каждый согласится, что оно имеет в себе глубину. Но вопрос в том, что глубина у каждого, она остается на каком-то определенном месте. Для некоторых глубина остается только в том, когда они видят историю. Они увидели историю, но не всегда они могут дойти до понимания смысла этой истории. Но я верю, что когда Дух Божий животворит каждую библейскую историю, Он всегда это соединяет с нашим временем. И я верю, что сегодня для церкви это особое время, когда Бог желает открывать всю свою полноту для церкви. Потому что на каждом периоде жизни церкви Бог открывает свою какую-то грань, приносит какое-то свое понимание о себе. Но я верю, что церковь растет, и большинство людей возрастает в зрелость. И естественно для зрелых людей то, что необходимо – полнота. Потому что Бога, полнота Бога. И нам очень важно сегодня видеть всю полноту Бога. Почему? Это то, что отбалансирует нашу жизнь. Из-за того, что мы только понимаем одну какую-то грань Бога, Его святости, Его любви, Его силы. Из-за этого временами наша жизнь, она не отбалансирована. Есть как колесо. Когда не отбалансировано, то есть в этом проблемы. Но я верю, что Бог через то, что Он открывает свою полноту, потому что даже на сегодняшний момент, на сегодняшнее время, я верю, что есть то, что Бог желает открыть для того, чтобы обогатить нас, сохранить нас, и то, что сделать – благословить нас. Слава Богу. Поэтому наберитесь терпения. Если вы что-то не будете понимать, или, может, что-то будет вам сложно в каких-то вещах, можете подойти и задать вопрос, или написать письмо, мы ответим. Или просто нам улыбнуться. Мы будем понимать, вы все поняли, все хорошо. Слава Господу. Поэтому в добрый путь, браты и сестры. Хай Бог нас благословит с миром Божиим. Аминь. Книга пророка Ионы. Глава первая. И было слово Господне Кионе, сыну Амафиину. Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. Отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля, и сказал ему, что ты спишь, встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу, пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребии, и пал жребий на Иоанна. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда, какое твое занятие, и откуда идешь ты, где твоя страна, и из какого ты народа. И он сказал им, я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и суши. И устрашились люди страхом великим, и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему, что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая беда. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты. Глава вторая И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал, Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце море, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню, у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг иону на сушу. И было слово Господне к ионе, сыну Амафиину. Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Играет музыка. Алло, да, здравствуй, брат. Да, все отлично, да, в церкви хорошо, в служении тоже. Как у вас там дела? Приехать к вам? Да, конечно, я абсолютно свободен, да. Да, первым же рейсом приплывок вам фарсис. Все, давай, с Богом, пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Очень хорошее наглядное пособие. И мое большое желание, чтобы некоторые себя в этом увидели. Потому что эта книга «Симон» открывает одну из граней Бога. Какую грань? Отношение Бога к тому призванию, которое Он дает и открывает своему народу. Мы можем на Бога смотреть по-разному, через свою призму. Но я хочу сказать, нам надо учиться смотреть на Бога через Его Слово. И вот как раз эта история о Ионе, мы ее сделали немножко так, может, адаптировали к современному миру. У нас Иона, он с мобильным телефоном. Влад, вернись сюда. Иона, вернись. Присаживайся. Мы сделали ее немножко таким современным. Почему? Потому что мое большое желание, чтобы придать этой истории, которая произошла тысячи лет назад. Показать современное. Дать современность. Чтобы каждый из нас мы могли увидеть. Почему? По одной только причине. Мы можем оказываться на месте Ионы. Слова, которые прозвучали здесь, и сказал Господь. Я верю, что и сегодня Бог не перестает говорить в нашу жизнь. Но вопрос в том, каким образом мы реагируем на Его слова. И вот поэтому эта книга Ионы, она показывает серьезность. Мы, люди, не всегда реагируем серьезно на те слова, которые мы услышим. Потому что мы привыкли слышать много слов, и у нас разная может быть реакция. Но послушайте. Когда Бог говорит в нашу жизнь, на этом должна быть сфокусирована и сосредоточена вся наша жизнь. Это то, Слово Божие, оно должно дать руководство на нашу жизнь. Оно должно дать направление, в чем нам необходимо двигаться и что нам необходимо делать. Поэтому Слово прозвучало для Ионы, но его реакция совсем не та, которую желал увидеть Бог. И сегодня Слово Божие, оно точно так же звучит в нашу жизнь. Через Слово. Бог сам проговаривает. Может, через уста служителей, побуждая к чему-то. Но вопрос в том, каким образом мы распоряжаемся этим Словом. Может, мы, подобно как Иона, собираем свои пожитки, которые нажили, собираем свои поклажи, и мы устремляемся в ту сторону, в которой Бог нас не желает видеть. И можно сказать, Иона плохой. А можно сказать, и я вам потом открою, Ион хороший. В чем Он плохой? В том, что Он поступает не так, как дает руководство Бог в его жизнь. Он кого-то убил, Он с кем-то переспал, Он у кого-то что-то украл, Он кого-то обманул. Кто может сказать «да»? Никто этого не может сказать. Никто. Никто. Он хороший. Но вопрос в том, что Его действие в отношении Слова определяет, кем Он становится для Бога. Как Бог поставит, какую Бог поставит печать и резолюцию в Его жизнь, в Его аттестат. Это ключевое место, знаковое место в жизни Ионы. Бог проговаривает. В нашей жизни точно так же есть знаковые моменты, когда Бог проговаривает или дает в наше сердце желание что-то делать для Бога. Есть в нашей жизни тоже такие моменты. И то, что нам важно научиться увидеть, что Бог очень серьезен к своим словам. И это то, что Он желает научить также и свою церковь, чтобы она точно так же серьезно относилась к Его слову. Поэтому Иона – это пример. Едем дальше. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. Отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». О, нет-нет, смотрите, тут написано «Ниневия», а мне нужен Фарсис. Вы что-то перепутали. Да? Ой, вы знаете, извините, наверное, мне показалось что-то про Ниневию. Вы знаете, в Фарсис у нас остались билеты только в Виэпи-класса. Брать будете? Да, да, хорошо, я заплашу любые деньги, давайте. Виэпи-класс. Приятного путешествия. Спасибо. Внимание, пассажиры! Пароход «Титаник» до Фарсиса отплывает с пятого причала. Штормовых предупреждений не обнаружено. Транспортная компания «Кит» желает вам приятного плавания. Я человек-невидимка. Хороший тоже очень пример. Иона, вернись к кассе. История разворачивается после того, когда Бог провалил его жизнь, и у него неправильная реакция. То, что он идет в Иопию, покупает билет на корабль, который идет не в Ниневию, а идет в Фарсис. Есть слайд на Ниневию, а Фарсис, пожалуйста. И вот если вы посмотрите на слайд, вы увидите, что Ниневия, она находится в одной стороне, Фарсис находится в противоположной стороне. Это хороший пример сегодня для нас, когда Бог открывает нам свою волю, когда Бог нам открывает свою волю. Это направление в сторону Ниневии. Но когда мы отступаем, мы следуем всегда в противоположную сторону. Задаю еще такой вопрос. Иона сделал что-то плохое. Кого-то убил, кого-то ограбил, кого-то изнасиловал, кого-то обманул. Ответ – нет. Но он идет в противоположную сторону. Сегодня, когда Бог нам открывает, что мы должны делать, к чему Он нас призвал, где мы должны находиться, это то, чему мы должны подчиниться, то, ради чего мы должны начать жить. Есть такая мысль о том, что Иона, он бежал от лица Господня по причине своего страха. В оригинале вообще звучит так. И встал Иона, чтобы сбежать. Не убежать, а сбежать. Сбежать. Фарсис от лица Господня. Что Иона боялся. Что Ниневия – это был город, который имел такое название – город кровей. И он боялся идти туда проповедовать, потому что это страх. Если есть второй слайд показать. Ниневию. Этот город ставился тем, что все люди, которые приходили в этот город и с ним не были согласны жители этого города, то, что они делали, они отрезали голову этому человеку и возле города складывали все головы на кучу. Вот если вы посмотрите на этот слайд, вы увидите, царь Ниневии и возле стен города лежит гора голов. И обычно говорят, что Иона испугался того, что он должен был идти в Ниневию, потому что там людей убивали. Можно сказать «да» и «нет». Но я думаю, что страх у Ионы, он имел другое основание. Не страх перед смертью. Потому что в то время люди могли расстаться со своей жизнью очень легко в любом месте. Даже Фарсис, с которым он плыл. Люди очень легко расставались. Здесь был немножко другой страх, который был основан на его гордости. Он не хотел делать то, к чему Бог его призывал. Он боялся за свою личную репутацию. И сегодня это то, что происходит в сегодняшнем времени, когда Бог призывает людей проповедовать свое Евангелие и проповедовать свою правду. Многие люди, то, что они делают, они убегают от того, чтобы исполнять волю Бога. То, что делают, убегают, сбегают. Я не хочу. Я размышлял. Почему я сказал, что это момент, когда мы будем с вами размышлять? Я размышлял над тем, почему он не хотел идти и проповедовать в Неневе. Я пришел к такому заключению. О Ионе говорится в одном из мест Писания, как о человеке, который пророчествовал на Израиль. И это пророчество, оно исполнилось. Это четвертая книга царств. И это пророчество, оно исполнилось. И в этот момент, когда Бог призывает и толкает Иону идти и говорить людям правду в Неневе, естественно, это сложнее всего. Почему? Говорить людям и обличать их в грехе – это сложнее всего. Но проще говорить созидающее пророчество. Проще – у тебя все будет, у тебя все получится. Но идти в Неневе, которая погрязла в беззаконе, и говорить им правду – послушайте. Не особо этого хочется. Хочется говорить людям то, что им хочется услышать. Это в моей жизни тоже был такой момент, когда в мою жизнь приходили пророчества. У тебя будет то, Бог там подымет, Бог тебя благословит. А потом в один момент Бог говорит в мое сердце – иди и скажи, если не изменятся, если не поменяют пути, я разрушу. И были моменты, когда в моей жизни я то, что делал, я убегал, мне не хотелось это делать. Почему? Потому что я где-то внутри, я боялся за себя, за свою, как-то думаю, ну, скажут, какой-то злой человек. Как был такой момент, когда некоторые сказали, послушайте, он такое впечатление вроде как проклинает и заклинает, что если вы не исправите, что это такое? Но я понимал, что это Бог оврел в мое сердце. И мне надо было это делать. Через определенные обстоятельства Бог к этому приводил, и я это начинал делать. Потому что нельзя сказать, что иона он трус. Послушайте, нет. Ветхозаветные пророки – это единоборцы. Они не трусы. Они не с футбольной командой. Они не футболисты. Они единоборцы. Кто-то скажет, с чего ты взял? Когда большой шторм на корабле, вся футбольная команда бегала по палубе, а он спустился в каюту и лег спать. Кто может сказать, что этот человек трус? Он не боится обстоятельств. Он боится за себя. И дальше мы это поймем. Это то, через что каждый из нас в своей жизни он проходит. И этот момент, путь фарсиз, он называется путь отступничества. Возникает вопрос, что на этом пути иона сделал? Кого-то убил, кого-то ограбил, кого-то изнасиловал, кого-то обманул, кому-то соврал, где-то что-то выпил. Ну, ответ – нет. Но путь фарсиз – это путь отступничества. Пока мы стоим в том месте, в котором Бог нас поставил, и мы делаем то, что мы делаем, послушайте, мы будем видеть в своей жизни Бога. Мы будем видеть в своей жизни Бога. Но послушайте, когда мы идем в фарсиз, можно ли сказать, что Бог оставил иону? Нет. Он сказал нам, не оставлю и не покину до скончания века, куда бы мы ни шли, куда бы мы ни топали, он всегда будет с нами. Но вопрос в том, что как он будет проявляться в нашей жизни? Я помню особую близость своего отца в моей жизни, когда я делал что-то неправильно. Вот тут я испытывал особую близость. Он был ко мне как никогда рядом. В его руке был ремень с китовой шкурой, или, может, со свиной шкурой, тоже нечистое животное. И то, что он делал, он любил меня. Кто-то в этом сомневается? Вот поэтому путь отступничества Бог никогда не оставляет, не бросит. Потому что если бы иона, когда Бог к нему проговорил, иона, встань и иди, и он остался сидеть, послушайте, я думаю, сюжет бы совсем по-другому прозвернулся, и Бог бы с ним вел бы совсем по-другому диалог. Но то, что получилось в течение двух глав, то, что получилось, это сегодня для церкви, это во времени хороший пример. Сегодня многие могут сказать, я хороший, но ты хороший в своих глазах. А что Бог может сказать о тебе? Человек мой дорогой. Итак, иона на пути. Каком? Отступничества. От путей каких? От путей Божьих. От исполнения воли Божьей. Почему? Потому что Бог желает видеть иону в Неневию, а он то, что он делает, он бежит в Фарсис. Мало того, он приходит к кассе. У него есть, что достать с кармана. Мало того, билет даже оказывается, и корабль даже оказался. Временами некоторые думают, если Бог противится, билета не будет. Денег не хватит. Послушайте, не всегда открытые двери и возможности, они свидетельствуют о том, что это Божий путь. Вот почему у нас должен быть совет, и у нас должно быть понимание. Ой! Мне что-то не понравилось. Меня что-то не устроило. То, что я делаю, я убегаю в Фарсис. Беги. Мало того, будет даже возможность. Будет даже устройство. Даже будут провожающие, которые будут махать тебе вслед и споют. Возвращайся. Та-ра-та-та-та-та. Или эту, молдаванку или как его, варшавянку тебе сыграют. Пум-пум. Славянку. Пум-пу-рум-пум-пум. И ты все. Бог за меня. Корабль отходит. Корабль идет. В открытое море. Все. Послушай. Все так хорошо складывается. Фарсис. Мы едем дальше. Титаник. Фарсис. 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 Нас ждет. Фарсис. 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 Привет. Теперь встань на поручень. Держись. Держись. Глаза не открывай. Ты мне доверяешь? Доверяю. А теперь. Открой глаза. Я летю. Держи. Держи. Джозефина, громады, машины, все выше и выше, и выше. Слава Богу, кого тронула эта сцена? Вас не тронула, потому что вы знаете концовку. Я понимаю. Но эта сцена, она лучше всего передает состояние отступника. Состояние полета. Я свободен. Ди Каприо лучше всего сыграл от отступника. Ди Каприо, да? Вот этот момент полета. Вау! Слава Богу! Вау! Мы прорвались! Мы прорвались! Почему? Знаете, почему прорвались? Почему состояние полета? Потому что тот крест, который ты нес, когда ты идешь в фарсис, ты бросаешь его. Иисус говорит о том, что есть два пути. Один узкий, один широкий. Мноими идут. И большинству людей, то, что они делают в христианстве, они говорят, это касается, если ты идешь, ты находишься в церкви, ты идешь узким путем, а широкий путь, это касается мира. Послушайте, нет. Это касается верующих людей. Это сказано к верующим людям о двух путях. Узкий путь – это тот путь, когда ты открыт для того, чтобы исполнять волю Бога. И то, что ты делаешь, ты несешь этот крест. Это ж узкий путь. Но когда ты, то, что происходит, когда ты отвергаешь волю Божию в отношении себя, ты начинаешь идти в фарсис. То, что происходит, ты бросаешь этот крест. Ты оставляешь этот крест. Второзаконие, 28 глава, с 1 стиха по 16 стих, по-моему, написано «Выбери благословение». С 16 стиха по 62 стих написано «Выбери проклятие». В нашей жизни, как у верующих людей, есть путь послушания. Это путь, на котором Бог нас благословляет. Когда мы отступаем от воли Божьей, когда мы уходим в свой фарсис, послушайте, на этом пути всегда будут попутчики, которые будут рады нас видеть. Как Декаприо стоял и кричал «А-а-а-а! Фарсис!» рядом всегда кто-то оказывается, кто нас поддерживает в нашем отступничестве. Это мужчины, это могут быть женщины. Они имеют одну цель – увести нас в наш фарсис и поддержать нас в нашем пути в фарсисе. Но этот путь – это путь неблагословения. Путь фарсис – это путь, который не ведет в благословение. Это то, что мы должны усвоить в своей жизни. Да, тяжело! Да, сложно нести свой крест! Да, сложно нести свой крест! Очень сложно нести свой крест! Я где-то свой телефон потерял или где-то оставил. Очень сложно нести свой крест! Очень сложно! Юрка, глянь, где-то я положил, я не могу понять, куда я его положил. А, вот он. Я сегодня утром, я не знаю, как это называется, но я написал, я пока называю это стихи, может, это проза. Ты посмотри, твой крест лежит, в углу тобой оставлен. И очень быстро раны заживают от него, и тает тяжесть в памяти души обремененной. Приходит легкость в твою походку, и бодрый шаг на жизненном пути. Ты встретишь много радостных, знакомых лиц, попутчиков на этом, незаброшенном людьми на пагубной дороге. Твоя душа забыла боль креста. Зачем нести его? Зачем все эти жертвы? Ты говоришь, пытаясь убедить себя. Но помни, пока несешь его, есть сила у тебя, что через крест Христа, тебе дарованное Богом. Пока мы несем этот крест, послушайте, мы будем иметь силу Бога в своей силе, в своей жизни. Но когда мы оставляем этот крест, послушайте, первое то, что уходит, это тяжесть. Вот почему, когда человек становится на путь фарсиса, у него первое то, что приходит, это приходит свобода. Я свободен. Я больше не раб. Да, ты больше не раб Бога. Ты раб своей человеческой плоти. Поэтому взгляни, когда идешь в фарсис, почему тебе легко? По одной только причине. Твой крест, ты посмотри, твой крест лежит в углу. Тобой оставлен. То, что произошло, Иоанн обросил свой крест и пошел своим путем. Кто виноват? Пастырь? Кто виноват? Бог? Кто виноват? Он сам. Он сам. Едем дальше. Почему? Потому что путешествием, я сделал такое вычисление, Иоанн в чреве кита и шел в точку возврата Сколько дней? Сколько? Три дня и три ночи. Это хороший образ, который употребил Иисус, что Иисусу надо быть в отчреве земли три дня и три ночи. Но три дня и три ночи. Средняя скорость кита, когда он в особом движении, где-то около 50 километров. В спокойном состоянии он плывет 15 километров. С этого следует. Мы можем сделать такой математический расчет. Какой путь проделал? Нет. Иоанна на корабле. Около трех суток. Потому что точно не указано, сколько был сторм. Одно единственное ясно, что Бог позволил Ионе отойти на три дня пути. Число три в Библии это число полноты. И вот как раз Бог каждому, кто отступает от воли Божьей, от его пути, Бог позволяет ему пройти этот путь. Той полноты, которую Бог определяет. Как для блудного сына Бог позволил пройти этот путь для того, чтобы насытиться рожками. Вот точно так же и в жизни. Тебе кажется, полет! Я иду! Слава Богу, мне хорошо! Мне так чудесно! Полет души. Передо мной открываются новые горизонты. Я начинаю много чего видеть перед собой. Потому что на пути отступничества временами мы начинаем видеть больше, нежели в тот момент, когда мы несем свой крест и идем за Господом. Больше! Идем дальше! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать, мой юный друг, на наш корабль! На наш лучший корабль! Чувствуй себя здесь как дома, дружище! Раздели со мной эту чудную труп. О, нет-нет, я еврей, я чту Господа! Выпи с нами наш дорогой гост! Не-не-не, я служитель божий, я не употребляю. Нет, спасибо. Слышь, у нас самый лучший ром! Я не употребляю. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что эта сцена на корабле она очень хорошо показывает и Ону. Он человек, который посвящен Богу. Он заявляет о своей вере, и он не стыдится своей веры. Его моральное качество на высоте. Он отказывается, когда ему что-то предлагают, он говорит, нет-нет, послушай, я человек, который чту Бога. И он собирался в путешествие. И моё большое желание посмотреть, что в это путешествие он собрал. И мы с вами сейчас посмотрим. Он поехал подготовленным. И на сегодняшний момент то, что происходит в церкови, церковь погружается в дух фарисейства. Она морально блюдёт себя. Но вопрос в том, что она уходит от путей Божьих, и она становится на путь следования в фарисис. Она отказывается, она живёт святой жизнью, она готова от многих вещей отказаться, но она не может отказаться ради одного, ради того, чтобы пожертвовать свою жизнь для Господа. Поэтому, когда мы достаем вещи, они символически значат. В Библии этого не написано. Первое, то, что попадается на глаза, это кулёк МВЭ, пакет, вернее, МВЭ. О чём это говорит? О том, что в Иопии, в местной церкви осталась целая сеть. И первая книга, которую к нам попадают в руки, он взял с собой. Это Библия. Отступники, они чтут Библию, она стоит у них на самом видном месте. Но вопрос в том, когда мы следуем фарисис, мы не живём этой книге. Она не руководит нашей жизнью. Создай команду лидеров. Революция любви. Джойс Майер. Книга мучеников. Джон Фокс. Он готов читать и говорить о мучениках. Но сам он никогда не встанет на этот путь жертвенной любви, чтобы посвятить свою жизнь. Четвёртое измерение. Оно ему пригодится в будущем. Почему? Потому что, знаете, то, что сейчас делает Иона, он лежит и мечтает о том, как он приедет Виопию, как его встретит там местная церковь, как он будет им проповедовать, как он расскажет им, как он пророчествовал, будет рассказывать о своих подвигах, будет многое визуализировать. Но это будет всё мимо Божьей цели. Многие вещи, которые он имеет как морально устойчивый человек, они важны только тогда, когда ты идёшь по пути, который Бог определил для тебя. От веры в веру. Потому что, когда поднимается шторм на море, я думаю, первое, то, что он как настоящий харизмат должен был связать и запретить волнам, чтобы они утихли. Поэтому ему надо. Ну и, естественно, очень важная книга «Достичь, достигни максимума». Ты должен умереть пустым. Ты должен всё сделать в своей жизни. Поэтому его нельзя ни в чём обвинить. Он очень хороший человек с виду. И когда Иисус пришёл на землю, то, против кого он возмущался, он возмущался против хороших, религиозных людей по имени фарисей. Путь отступничества. Это путь фарисейства. И сегодня то, что происходит, дух мира, он поражает многих верующих. Этим духом фарисейства, их сердца, они морально, морально стойкие. Но вопрос в том, что они плывут в обратную сторону. не в ту сторону, в которую Бог желает их видеть. Дальше. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Субтитры создавал DimaTorzok И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, возови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. очень важная вещь. Я подчеркиваю, Господь воздвиг, что? Поэтому эта проповедь, она так и называется, Божий шторм. Временами в нашу жизнь, когда мы идем на пути отступничества, есть вещи, которые поднимаются, как шторм приходят в нашу жизнь и начинают потрясать нашу жизнь. И в этот момент мы можем принимать всю власть верующих. Дьявол, отойди! Но чем кромче ты кричишь, тем сильнее волны будут подниматься в твоей жизни. Ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь в этот момент стоять верой, но вот этот шторм, он никогда не прекратится. Почему? Потому что Бог это тот, кто начинает и доводит все до логического конца. Он не останавливается. Вот почему сегодня многим верующим есть необходимость рассмотреть Божий шторм и дьявольскую атаку в своей жизни и не пытаться применять свою веру там, где она не будет действовать. Почему? Потому что своей верой, как бы она ни выглядела, мы не в состоянии остановить то, что Бог начал ради нас, любимых. Знаете, почему? Потому что его имя Любови. Как это? Да, его имя Любовь. Он не пройдет мимо тебя, когда ты будешь сидеть в луже. Он не пройдет мимо тебя, когда ты будешь сидеть в беззаконе. Он не пройдет и не оставит. Он сказал, не оставлю тебя, не покину, когда ты идешь, находишься на пути отступничества. И может, есть момент, когда все прекрасно, когда тебе все рады видеть, когда тебя готовы бесплатно угостить. Но послушайте, придет момент, когда кровать под тобой, она начнет трястись. И знаете, что это? Это всего лишь на всего начало. Божье начало. Скажите своему соседу, Господь творит все новое. Поехали дальше, в новое. И сказали друг другу, пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий. И пал жребий на Иону. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигает нас эта беда. Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа? Я еврей. Я считаю Господа Бога Небеса, который решал море и сушу. И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему, что делать нам с тобой, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться. возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в очереве этого кита три дня и три ночи. Так холодно и сыро, мне так здесь одиноко, и ужас, тут нет надежды, и этот ужас, он беспощадно сковывает душу, вгрызаясь в душу ледяной тишиной. Как беспощадно эта боль, ей нет конца. Конец, все естество орет, и этот жуткий ужас преследует меня. И я плыву, куда, не знаю, что ждет меня, не понимаю ничего, здесь так темно и одиноко, душа кричит, за что и почему на сердце не обманешь. Я знаю все, я понимаю, где должен быть и главное, я знаю, кому взывать из этой темной, жуткой глубины. И в страхе, срывая голос, я кричу, Господь, спаси, что обещал, исполню, спаси, ты Бог мой, кричу, взываю к милости твоей, услышь меня, мне плохо, мне тяжело, что обещал, исполню, Господь, спаси, взываю к милости твоей, молю тебя. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. И было слово Господне к Ионе вторично, «Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Неневию по по слову Господню. Слава Богу! Хороший пример. Мы возвращаемся к этой сцене, когда Иону будет капитан на корабле. Хороший образ того, когда мир, он начинает посягать на спящую церковь, и он начинает ее будить. Когда приходят неустройства, когда приходят какие-то гонения, для чего? Для того, чтобы разбудить. Когда верующие усыпают духовно, они перестают реагировать. Они перестают на многие вещи реагировать. И прежде всего, они перестают реагировать на то, к чему Бог их призвал. Поэтому Бог и сказал, что Он оставляет вокруг Израиля народы, которые будут как жало в их плоть, для того, чтобы их пробуждать. Всякий раз, когда Израиль отступал или засыпал, Бог посылал языческие народы, которые приходили войной и начинали потрясать. Для чего? Для того, чтобы Израиль возопиял к Господу. Но дело в том, что когда его разбудили, даже жребий выпал на него, что вина, проблема в тебе. Что Он сказал? Ребята, бросьте меня в море. Бросьте меня в море. Он готов умереть, лишь бы только не исполнять волю Бога. Сколько сегодня людей, которые стали на путь фарсиса, они идут на этом пути. Они моралисты, они хорошие, они не пьют, не курят. Какие проблемы? У меня все хорошо, у меня все чудесно. Но они не могут в одном из-за своей гордости подчиниться воле Бога. Все что угодно, докиньте меня в море, но в Неневию я не пойду, она мне не надо. Даже это потрясение, даже этот шторм, который приходит в их жизнь. Они не хотят, они не хотят его принимать, они от него отказываются, как христианская наука. Зла нету, беды нету, это всего лишь информация. Это всего лишь информация, которой вокруг нету, нету никаких проблем, это всего лишь ерунда отказываться. Бог приступает ко второму этапу. что самое интересное, как только бросили Иону в море, его сразу поглотил кит, даже не успел проплыть сто метров брасом. Бог, у Бога все насколько рассчитано, и куда попадает? Иона попадает в чрево кита. Что такое чрево кита? Это место, где выравниваются все наши приоритеты. Бог выравнивает. Был момент, когда многие в церкви служили, а потом раз, пришло время преуспевания, все побежали в фарсис. Я стоял, я смотрел, а Бог говорит, ничего, пусть идут, я их верну. У Бога много разных способов как вернуть. Очень много способов. Один из способов это кит. Кит для евреев это нечистое животное. О чем это говорит? О том, что у Бога разные способы. То, что для нас нечисто, для Бога это чисто. Чтобы выровнять все наши приоритеты в нашей жизни. Для того, чтобы прозвучала одна молитва. Что обещал, исполнил. Когда обещал? Был момент, когда Бог призывал, когда Бог помазывал, когда Бог приходил в своем присутствии, говорил, Иона, мне нужен человек, который пойдет и будет служить. Иона в порыве страсти, в порыве первой любви, говорил, Бог, куда не пошлешь, пойду. Знаете, только в чем проблема? Бог поверил Ионе. Поэтому Он сказал, подымись и иди в Иопию. Подымись и делай то, к чему Я тебя призвал. Потому что Ты обещал, что Ты говорил, Я Твой Господь, Я Твой Господин, Я буду делать то, к чему Ты меня призвал. Нет, 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 я пойду своими путями. Сколько людей, которые вернулись в Ките, в Дом Божий, свою Иопию? Богато. Я вам хочу сказать, и будет больше, если мы будем непослушны. Поэтому Иона, он моралист, у него все хорошо. Он читает правильные книги. Он нигде не стесняется заявить в то, что он еврей, и он счет Бога, но для Бога этого мало. Для Бога этого мало. Бог желает нас видеть там, где Он нас желает увидеть. И с этим надо согласиться. Поэтому Фарсис может тебя привлекать, и он будет красочный. И он на самом деле привлекает, потому что это не где-то одето в Испании, не где-то в каком-то забитом Ираке, Вавилоне, в Ассирийском царстве, а где-то в цивилизованном мире. Вроде это и лучше. Но послушайте, нам надо искать не лучшего места, а правильного места. Не лучшего места, а правильного места. Многие сегодня бегают, ищут для себя какое-то лучшее, более помазанного места, но то, что произойдет, время придет, когда вернутся в свою и опию, в ките, в том место, где Бог желает видеть. Написано «И изверх кит и оно». Знаете, как в оригинале звучит? Вырыгал. Знаете, почему? Потому, что Бог повелел. И вот эта полнота отступничества Бог определяет. И путь возврата точно так же Бог определяет. Три дня был в чреве кита. Бог его вез. Как я сказал, три дня это число полноты. Некоторые в своих китах будут ехать по три года для того, чтобы вернуться, для того, чтобы приоритеты расставились в жизни. И ты можешь сказать «Господь, что обещал, исполню». Что обещал, исполню. Аминь. Кто слышал, кто услышал, время причастия. Время задуматься. Давайте мы преклоним головы. Давайте мы преклоним головы. И пусть каждый сейчас размышляет в своем сердце. Посмотрите, где сегодня вы. Может, сегодня вы радостно грузитесь на корабль, который называется «Титаник», который плывет в никуда. А может, вы уже загрузились. И ты кричишь «Мне так легко, мне так хорошо. Передо мной открываются новые горизонты. О, я вижу фарсис». Увидишь ты фарсис. Может, под кем-то уже начинает потряхиваться кровать. Ты скажешь «Ой, а раньше так было хорошо! Раньше такая благодать, такое помазание было, а сегодня этого в жизни нету». Послушай, может, под тобой уже кровать трясется. Может, уже надо кричать «Господь, верни меня там, или поставь меня там, где я хочу, ты меня желаешь видеть». Может, для кого-то сегодня уже пришло чрево кита? Потому что, если бы задать Ионе вопрос «Иона, какую ты видишь перспективу?» Я больше уверенно сказал, ничего не вижу. Насколько здесь темно, сыро и одиноко. Все отвернулись и отвернулись. Я сам. Я сам. Меня все отвергли. И слава Богу, если осталось понимание, кому взывать, кому воздать своим голосом хвалу, если это понимание осталось, это слава Богу. Если кто-то смотрит это видео, пусть это не просто будет какое-то театрализованное представление, и вы делаете анализ профессионально и непрофессионально. Наше дело не профессионализм, наше дело показать смысл и раскрыть полноту Бога. Показать Его любовь к нам. Даже тот момент, когда Он стоит с ремнем возле нас и мы испытываем особую близость на себе. Подходим.